Новости на телеканале СКАТ ТНТ в студии Павел Баймаков. Здравствуйте. Завершение расследования уголовного дела самарского чиновника и взрыв бытового газа в жилом доме в Куйбышевском районе города. Подробнее об этом расскажем прямо сейчас. Один человек пострадал в результате взрыва бытового газа в Куйбышевском районе Самары. ЧП произошло около 4 часов утра 18 июля на улице Медицинской. По предварительным данным, в одной из квартир первого этажа двухэтажного дома произошла утечка бытового газа. Взрыв произошел после того, как 79-летняя женщина, хозяйка квартиры, включила свет на кухне. Пенсионерку с ожогами рук доставили в больницу. Взрывной волной в квартире выбило стекла и даже металлическую решетку. Кроме того, частично разрушены стены в двух соседних квартирах. Повреждены перекрытия между первым и вторым этажом. По факту произошедшего назначено проведение доследственной проверки. В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации Ленинского района Сергея Завады. Напомним, его обвиняют в получении взятки в крупном размере. 5 февраля этого года чиновника с поличным задержали в собственном кабинете. По данным следствия, в период с сентября 2017 по февраль 2018 Завада, находясь в своем служебном кабинете, получал от некоего гражданина Гельфанова 120 тысяч рублей. Как поясняют следователи, за эти деньги спортивная площадка в одном из дворов на улице Клинической фактически была сдана в аренду, и никто лишний не мог ее воспользоваться. Всего же, по данным следствия, Сергей Завада планировал получить 180 тысяч рублей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. В ближайшее время уголовное дело планируют рассмотреть в суде. Ностальгическое настроение. Самарис написал прощальную песню о чемпионате мира. Алексей Брыдков, которого горожане знают как голосистого двойника Сергея Жукова, записал накануне трогательное музыкальное признание в любви к масштабному футбольному событию. Наша съемочная группа встретилась с автором песни под названием «Прощай, Мундиаль». Произнесут болельщики из разных стран «Прощай, Мундиаль» мы встретимся вновь, но, к сожалению, не в нашей стране. Алексей готов произносить эти строки вновь и вновь. Настолько в душу запала история с чемпионатом мира. Многие горожане часто слышали громкую музыку в центре города из машины, которая – настоящая передвижная караоке-станция. Иностранцы, которых наш герой возил во время чемпионата мира, приходили в восторг от того, что в машине можно петь, да еще и то, что душа пожелает. Выступление в пати-каре разлетелось по всем социальным сетям. «Прощай, Мундиаль». Мне очень нравится с иностранцами то, что они такие незажатые, они раскрепощенные очень. И это очень классно. То есть, например, предлагаешь нашему русскому караоке спеть. Многие отказываются, что, мол, нет настроения, не выпил, я не умею петь и так далее. Иностранцы, у меня такое ощущение, как будто их с детства учат петь. Открытость гостей покорила Алексея. И в своей песне он несколько раз затрагивает тему объединения народов, когда все вместе – болельщики из разных стран на одной волне. В их сердцах – любовь к футболу. Когда праздник заканчивается какой-то, например, день к городу, то ты идешь домой счастливый такой, довольный, салют прошел. А тут ты возвращаешься, и у тебя такая, знаешь, на душе какая-то печаль, тоска, потому что ты понимаешь, что этого уже больше не будет. Творческий самарец уверен, что его песни цепляет. Свой сингл артист исполнил в нетипичной манере. Раньше молодой человек пел в стиле своего кумира Сергея Жукова из группы «Руки вверх». Но настал момент, уточняет Алексей, когда нужно явить миру свой стиль. Караоке для него – это больше, чем просто отдушина. Парню нравится заряжаться позитивными эмоциями своих пассажиров. Человек начинает петь, он вовлекается в этот процесс, и я говорю, уже не остановить. Остановить Алексея не удалось и нашу съемочную группу. Прощай, Мундиаль, значит, пора домой. Произнесут болельщики из разных стран. Прощай, Мундиаль, мы встретимся вновь. Но, к сожалению, не в нашей стране. И совершенно необязательно иметь голос и слух, уверен автор Шлягера. Главное – состояние души. Но амбициозный артист планирует не останавливаться на волне славы в Самаре, в планах Брыдкова спеть с Лепсом и покорить столицу. Анастасия Шамшина, Дмитрий Лыкин, СТВ. Далее дежурный по городу. Мария Левина с очередной коммунальной историей из жизни самарцев. Здравствуйте, в эфире дежурный по городу. Коммунальные проблемы самарцев и их последствия. Город имеет право знать. Гагарина, 122А. Уже две недели жители девятиэтажного дома вынуждены подниматься и опускаться пешком из-за неработающего лифта. Вот девяносто, ой, восемьдесят девять лет ей. Третий месяц, ветеран войны и прочее. Третью неделю я в отпуске, и все три недели не работает лифт. Все нервы мне вымотала для того, чтобы погулять. Три-четыре раза в день ходит она гулять. Все соседи ее сопровождают, я сопровождаю. Уже все мы на взводе, чтобы ее не потерять. С девятого этажа там живут бабушки, они не могут спуститься. Да и мы здесь все почти больные. И спускаемся, вот видите, как потихонечку спускаемся. И нас везде гоняют. Мы не можем это добиться. Почему отключили? То ли ремонт, то ли нужно какую-то деталь делать, или чего. Они ничего нам не говорят. Произошла поломка датчика точности остановки кабина лифта. Вот, данный вид работ относится к текущему ремонту. Вот, в настоящий момент, самарлифт с мета согласован на ремонт. Вот, сегодня произведена оплата данных для работы. И заказан материал. Вот, я живу на восьмом этаже. Разговаривают отвратительно, не хотят положить. Она уже надоела звонит. Я сама на пятом этаже живу. Я хожу, я говорю, вы квартиру покупали на пятом этаже. А я покупала, у меня лифт. И я хочу, я плачу, и я хочу пользоваться лифтом. Вот, я позвонила в скорой помощи. Меня спрашивают, на каком этаже живете? Я говорю, на седьмом. А мы не будем подниматься к вам? У вас лифт работает? Я говорю, нет. Все, мы теперь вообще без помощи оказываемся. А вот наверху у нас вообще люди тяжелые. Я говорю, что больные люди. Ремонтные работы должны начаться в течение этой недели. И лифт должен запуститься. Если коммунальщики не реагируют на ваши проблемы, пишите, звоните в нашу редакцию. Один из самых необычных праздников. 18 июля отмечается день прогулок под дождем. Он проходит без шумных торжеств, под шорох капель. Так совпало, что именно в этот день самарцы благодаря погоде смогли отметить его по всем правилам. Достаточно было просто взять в руки зонт и выйти на улицу. Желательно вдвоем. Праздник необычный, нестандартный. День прогулок под дождем. Его отмечают 18 июля, в разгар лета, когда дождь, в общем-то, редкость. Но в этом году все совпало. А вы знали, что сегодня всемирный день прогулок под дождем? Да. Знаем. А часто под дождем гуляете? Ну, когда дождь идет, гуляем. Но мы не сидим. Самарская набережная, несмотря на погоду, не пустует. Дождь как раз для прогулок. Мелкие капли, а не поток с небес. Вот сегодня дождь идет, погода не очень, а вы гуляете? Мы приезжие, поэтому решили сюда прийти, посмотреть на набережную. Как набережная под дождем? Очень красиво у вас тут, в Самаре. После долгой жары и пыльного ветра такая передышка очень нужна и природе, и людям. А как к такому празднику относитесь? Да, хорошо, позитивно. Прогулки – хорошее дело. Каждый обед ходим гуляем. Несмотря на погоду? Ну, в мелкий дождь, может быть, да, и выйдем. А вот как к такому празднику относитесь? Прекрасно. Я думаю, что город Самары как раз для такого праздника создан. Понятно. А вот не, ну как, несмотря на погоду, можете гулять? Да, я приехала из Москвы в свой родной город, хочу показать своим друзьям Самару, и думаю, даже дождь не помеха. Ну и, конечно, День прогулок под дождем – это праздник для людей романтичных и влюбленных. Под шорох капель дождя слова любви и нежности звучат отчетливее. Так что берите в руки зонтики и отправляйтесь гулять по Самаре. Ловите момент, пока жара не вернулась. Максим Остриков, Эдуард Растегаев, СТВ. Выходной на диспансеризацию – подарок за рождение ребенка и прибыль от Чемпионата мира. Подробности узнаем из нашего короткого обзора. Россиянам дадут дополнительный выходной. Правда, в этот день работающие граждане должны будут пройти диспансеризацию. Соответствующий законопроект приняла в первом чтении Государственная Дума. Чтобы работника отпустили в больницу, нужно будет написать заявление. Раз в три года работающие россияне будут проходить медобследование за один день с сохранением зарплаты. Эта мера позволит гарантированно проверять свое здоровье. Инициатива направлена на снижение заболеваемости и преждевременной смертности от хронических заболеваний среди работающего населения. Новорожденным сделают подарок. Родители получат от государства набор за рождение ребенка. Он будет состоять из 12 предметов. В предварительном перечне – одеяло, пеленка, комбинезон, плазунки, боди, распашонка, полотенце, чепчик, подгузники, крем отопрелостей, а еще влажные салфетки и детская присыпка. Но итоговый список определится позднее с учетом мнения родителей, врачей и отвечающих за безопасность продукции специалистов. По словам главы пресс-службы Минпромторга Залины Корниловой, ведомство проанализировало возможности российских производителей и оказалось, что российская промышленность способна обеспечить эту программу. Россия заработала на чемпионате мира почти 900 миллиардов рублей. Это около 1% ВВП, уточнила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Этих денег хватило на то, чтобы перекрыть затраты на проведение мундиаля. В целом регионы довольны тем, как прошел чемпионат мира. Самыми щедрыми были гости из Америки, Китая и Мексики. Чемпионат мира, считает Ламидзе, увеличит иностранный турпоток в страну в следующем году более чем на 20%. Исток-2018. Молодежный патриотический форум под таким названием прошел в Сызранском районе по инициативе Русской Православной Церкви. 200 молодых людей из 26 городов страны собрались на берегу Рачейского пруда и ждали квесты, лекции и экскурсии на тему духовно-патриотического воспитания. Максим Остриков продолжит. За три дня работы молодежный духовно-патриотический форум «Исток-2018» собрал на берегу Рачейского пруда около 200 молодых людей из 26 городов страны. Его организовала Сызранская епархия. Программа фестиваля была насыщенной. Его участников ждали квесты, интеллектуальные игры, лекции, экскурсии, интерактивные площадки и концерты под открытым небом. А началось открытие форума «Смолевна», который совершил епископ Сызранский и Жигулевский Фома. Православный форум, собрание всей молодежи мы делаем для того, чтобы люди, общаясь между собой, общаясь, как можно больше бы задавали вопросов, как можно глубинно бы в себя входили для того, чтобы опознать самого себя. Ведь тогда, когда человек познает себя, тогда внутренний его голос открывается, голос совести. Организаторы отмечают, что тщательно искали место для первого столь масштабного форума и не случайно остановили свой выбор именно на Старой Рачейке. Почему решили провести на территории Старой Рачейки этот форум? Потому что здесь источник старца Логинова. Он творил разные чудеса, поэтому и решили здесь. Обстановка хорошая, нормальная, лес, природа. Менее форума его участники жили в армейских палатках. В каждой из них размещалось примерно по 8 человек. Отдельно разбили палатки для участников и отдельно для волонтеров. Также для участников форума установили умывальники и организовали полевую кухню. Меню – блюдо монастырской кухни Вознесенского мужского монастыря. Угощения простые, но вкусные и сытные, отмечают участники. Они рассказали, что на форум их привлекла возможность пообщаться, отдохнуть на свежем воздухе и заодно с пользой провести время. Да, мы познакомились, довольно хорошие ребята. Ничего против не могу сказать. Ну, по программе, как мы знаем, тут квесты, посиделки у костра, также развлекательная программа. После завершения форума «Исток-2018» все его участники получили благодарственные письма, сертификаты и подарки. Организаторы отметили, что планируют проводить такой форум ежегодно. Матч состоится при любой погоде. Несмотря на проливной дождь, на набережной Волги открылся фестиваль пляжных видов спорта. Команды съехали со всей страны более тысячи участников, как профессионалы, так и любители. Ловкость, азарт и красоту оценили и наши корреспонденты. На набережной Волги идет дождь. Но для спортсменов, которые приехали почти со всех регионов страны, это не помеха. Стартовал фестиваль пляжных видов спорта. 57 городов представлены на фестивале в этом году. Это от, начиная от Владивостока до Калининграда. Со всей России у нас игроки приехали на мероприятие сюда, в Самару, чтобы выступить на данном большом мероприятии. По четырем видам спорта. Пляжный волейбол, пляжный футбол, пляжный теннис и пляжный рэкби. Всего около тысячи участников. Большая часть спортсменов играет в пляжный волейбол. Участникам предоставили более 20 кортов. Это и профессионалы, и любители. Юлия из Новосибирска играет в команде с Татьяной из Нижнего Новгорода. Дождливая погода, которая резко сменила жару, это, конечно, сюрприз для девушек. Но пляжный волейбол и подразумевает, что игра идет на свежем воздухе, а не в зале. Поэтому надо быть готовым к любой погоде. Пляжный волейбол – спорт демократичный. Можно играть в разном возрасте и с разным уровнем подготовки. Главное – дружеская атмосфера. Волейбол – это хобби, но в последнее время оно стало для меня больше, чем хобби. То есть ходим на тренировки, учимся играть. Великолепный вид спорта, очень подвижный, непредсказуемый, как вы сейчас видите. Дождь, солнце, жара. Люди прекрасные, мне что нравится на самом деле. В пляжном волейболе очень много хороших людей. Игры продлятся до 22 июля. Включительно самарцев и гостей города приглашают на набережную Волги, чтобы насладиться зрелищными видами спорта. Возможно, многих это подтолкнет к тому, чтобы самим взять в руки ракетку или мяч и выйти на песок. Максим Острикова, Владимир Терентьев, СТВ. Крылья Советов продолжают подготовку к новому сезону. Стартовый поединок чемпионата страны для Волжан пройдет на домашней площадке в Самаре. 31 июля самарцы примут столичные ЦСКА. Как сейчас обстоят дела в команде, о внутреннем климате в коллективе расскажет Александр Семенов. Крылья Советов по-прежнему на зарубежном сборе в Австрии. Скоро очередной контрольный поединок соперник немецкий Эрсгебирге. Наши парни весьма неплохо готовятся к предстоящему сезону. Напомню, подопечные Андрея Тихонова вернулись в российскую премьер-лигу и теперь снова будут выступать в элите отечественного футбола. Крылья Советов провели весьма неплохой прошедший футбольный год. Наши парни и сейчас пашут, не покладая ног. На сборах в Австрии Крылья Советов разместились в местечке Гайнберг на севере страны. Рулевой Волжан Андрей Тихонов, который не так давно подписал новый контракт с самарским футбольным клубом, говорит, что настроения в команде хорошие. Все работают и рвутся в бой. Мы все прекрасно понимаем, что премьер-лига это другой турнир. Другой турнир и гораздо больше ответственности и результат будут ждать другой. Поэтому, конечно, с легкой душой, потому что я в Самаре прожил уже 6 лет. Это город, наверное, больше, где я после дома, наверное, прожил больше всего. Поэтому часть души, мои души, конечно, здесь находятся. Я с удовольствием подписал контракт и хочется работать. Уже 31 июля на новенькой арене Крылья Советов проведут первый поединок этого сезона. В Самаре. Экзаменатор, грозный и сильный столичный ЦСКА. Это будет настоящее испытание на прочность для наших парней. Александр Семенов, Дмитрий Лукин, СТВ. О других не менее важных спортивных событиях в жизни региона в нашем обзоре. Крылья Советов подписали контракт с нападающим Максимом Канунниковым, экс-игрок Казанского Рубина и СКА Хабаровск. Он продолжит карьеру в нашей команде, пишут спортивные интернет-издания. В прошлом сезоне Максим Канунников выступал за Рубин. Во второй половине чемпионата клуб Расторг с ним контракт. Игрок отправился в СКА Хабаровск. Форвард сыграл за команду. Девять матчей не отметился результативными действиями. «Нова» начала подготовку к предстоящему сезону пока не в полном составе. Вся команда встретится только 23 июля. Впрочем, первая группа из восьми человек уже приступила к тренировкам. Занятия посвятили общей выносливости. Отмечу, что наши волейболисты всегда ставят перед собой весьма амбициозные задачи при достаточно скромном бюджете. И без звездного состава «Нова» стараются выступать на равных даже с самыми сильными клубами элитного дивизиона страны. Утвержден состав участников Суперлиги, баскетбольный клуб «Самара» в числе выступающих в престижном чемпионате. Действующие вице-чемпионы страны будут бороться за медали высшей пробы и в предстоящем первенстве. Такие задачи будут стоять официально. Также отмечу, что решение о допуске еще двух клубов – университет Югра, Сургут и Иркут – будет принято в случае погашения ими задолженностей до 15 июля. Интересные новости и программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok